здравствуйте меня зовут валерий помельников сегодня мы с вами встречаемся на канале про цветок чтобы поговорить о винограде вот этот вот виноград называется агат донской значит так как мы сегодня у нас тема поговорить подготовки винограда к зиме я хочу вам рассказать значит как определить что виноград готов к зиме или нет значит вот этот вот виноград он конкретно готов к зиме он высох уже и он теплый на ощупь если он не дозрел вот вот не дозрел выше видите значит он дозрел где-то вот да и до этой поры дозрел только а дальше нет дальше уже он не годится ни на черенки никуда и он вымерзнет во время это ну нам хватает потому что для винограда значит и когда его готовят к весне оставляют вот этот конкретно виноград 6 почек всего оставляют что первую очередь сделать надо значит надо во первых собрать урожай собрали урожай надо вырезать все слабенькие побеги вот они они видны те которые тоньше 6 миллиметров значит все надо вырезать и выкинуть вот потом значит надо подкормить виноград подкармливаем в основном калием для чего для того чтобы помочь винограду быстрее созреть вот это первое из всех значит опрыскивают его по листве можно подливать под корень значит у меня для поливки под корень у меня сделаны специальное это устройство там внутри стоит мешок под виноградом с камнями вот выведена трубка в нее я наливаю два там ведра больше не надо для подкормки вот тем более калием вот а поверху брызгают до 6-8 раз брызгать можно через каждую неделю брызгать это поможет винограду быстрее вызреть он у вас вызреть на большую длину вот некоторые видите побеги уже он вызрел на длину 2 метра вот некоторые еще только начинают эти придется вырезать их придется вырезать их потому что они ну как вам сказать они вымерзнут со временем ну все еще зависит от зимы какая зима будет хотя говорят что в настоящее время и происходит потепление то есть лето в этом году превосходное значит было очень тепло винограду было комфортно и он у нас рос и в высоту вот здесь я его обрезал уже раза три наверное обрезал и он все равно растет на пасынки начинают расти и невозможно от них даже избавиться сразу то есть тратишь большое количество времени на них значит дальше вот вы опрыскали виноград все он начинает он сам постепенно он ускоряет свое созревание созревание побегов созревание побегов вот он вызревший побег он как я уже говорил сухой на ощупь вот не вызревший будет влажный и холодный будет он чувствуется в руках что он холодный значит потом виноград надо полить для чего полить вода проникает глубоко в почву и зимой выделяет пары то есть корням винограда теплее в основном надо закрывать корни потому что побеги они выдерживают температуру до 25 там 27 это столовые сорта вот а есть сорта который выдержит и больше 40 градусов значит проливаем очень сильно проливаем наливаем воды где-то под каждый куст должно быть не меньше 10 ведер вот если у вас песчаная почва то еще больше надо до 20 ведер значит после того как вы полили необходимо обрезать виноград обрезать начинают в конце октября конце октября начале ноября в нашей местности на юге там еще и позже обрезают обрезают где-то в декабре но у нас такое не получится значит в конце октября мы его обрезаем значит ну что стараемся для рассказываю для тех которые только начали выращивать виноград оставляем от штамба вот штамбик вот он штамбик от штамба в разные стороны ну по три побега вызревших вот по три побега вот так вот как я делаю листья нельзя обрывать потому что вот здесь под листьями есть почечка вот которая может вырваться вместе с листом значит надо либо листья обрезать либо подождать пока они сами начнут отваливаться они начинают отвалиться то легко такой провел и они все на земле значит по два по три побега оставляете в разные стороны все достаточно в белоруссии больше расти не будет только на юге можно делать большие формировки на севере как у нас орша значит это ничего не получится то есть они будут у вас висеть но не будут вызревать то есть и сам виноград не вызреет и не вызревают побеги все обрезали вот заготавливаем одновременно черенки когда обрезаем значит берем те которые вызрели вот нарезаем их на отрезки длиной 5-6 почек вот и связываем пучки и пишем на табличке название название винограда который вы сейчас сохраняете значит после этого вы все обрабатываете эти черенки или железным купоросом или медным купоросом вот в концентрации железный купорос 23 процента медный купорос полтора два процента вот и тогда высушив их их можно ставить в погреб я ставлю просто в мешок не закрываю его и ставлю погреб и он у меня так хранится до весны весной я начинаю доставать их в конце января начале февраля вот ну и это уже другая тема ну ну что ж на этом я хочу с попрощаться и до следующих встреч желаю вам успехов в этом нелегком труде а нелегкий он всегда особенно для начинающих вот ну берите пример с меня